Я очень люблю наше предприятие, я горд за него и я скажу так, спасибо вам, мы любим свою команду нефтехимик. Все четко по инструкции. Просмотры фильма техники безопасности, инструктаж по охране труда и облачения в одежду заводчан. Уже через пару минут хоккеистов было не узнать, с противогазами в сумке, как истинные нефтехимики, они отправились в путешествие по промышленным объектам акционерного общества. Каждая пятая покрышка, кстати, на земном шаре сделана из каучуков, Нижнекамск, нефтехима. По пути до места назначения главный инженер объединения Ирика Глямов рассказал хоккеистам про каждое подразделение и получаемую продукцию. Первую остановку «Волки» сделали на заводе синтетического каучука. При входе спортсменам заводчане приготовили плакат, где хоккеисты оставили свой след. Гостям рассказали, как и для чего делается каучук СКДЛ. Любознательности волков не было предела. Первый раз я на таком мероприятии, на такой промышленности, и как-то для меня это вообще впервые. Ну, грубо говоря, тихо все это увидеть, как все производится. Очень интересно, конечно, я рад, что приехал сюда. Очень прикольно. Самые смелые решили даже помочь нефтехимикам уложить брикеты в контейнеры. На самом деле очень тяжело вот так вот целый день кидать эти брикетики, так что парни молодцы, я считаю. Но мы с Осепой справились. Я думаю, что если бы у нас была смена с Осепой, мы бы нормально кидали бы. Следующим пунктом назначения стал завод пластиков. Там гости смогли лично познакомиться с производством полипропилена, а также понаблюдать за процессом упаковки готовой продукции. Тут как у нас в хоккее, знаете, все слажено до секунды. Все как бы, если пойдет что-то не так, то весь процесс поломается. Так что очень классно, спасибо, что мы сюда приехали. И это очень интересно, посмотреть и познакомиться с людьми, которые делают такой труд для города, для всей страны. Очень приятно то, что они болеют за нас, комбинат. Мы в свою очередь отдаем должное и играем для них. После плодотворной рабочей экскурсии хоккеисты подкрепились в заводской столовой. Все остались сытыми и довольными. Завершающей стала встреча с фанатами. В актовом зале хоккеистов ожидали с нетерпением, а ведь не каждый день увидишь любимого игрока у себя на работе. Беседа получилась душевной, заводчан засыпали вопросами, а те в свою очередь подарили билеты на следующую домашнюю игру и даже обещали вернуться. Очень много интересного, механизированного. У нас нет такого механизированного. У нас больше физический труд. Наверное, ребята хотели бы, особенно в летний период, чтобы их сменили роботы. Но, тем не менее, это очень интересно и очень позначно. Данная встреча, она интересна, наверное, обоюдна. И для игроков клуба «Нежнекамский нефтехимик». Так как клуб, он у нас, мы «Нежнекамский нефтехимик» с генеральным спонсором, наверное, тоже все-таки ребятам интересно посмотреть, что данное предприятие производит, виды продукции. В принципе, слышали, много слышали, проезжали мимо «Нежнекамский нефтехимик» сегодня с ребятами, разговаривал. Огни красиво, как они его назвали. Он ночью выглядит, как Лас-Вегас. И вот сейчас они внутри дали нас Лас-Вегас, какие виды продукции выпускаются, условия, в которых у нас, значит, на рабочих местах посмотрели каучуковые производства, пластиковые. В принципе, видно у людей, интерес есть. Под конец дня хоккеисты будто отработали целую смену. Уезжали с приятной усталостью и вдохновенные на новые успехи. Ведь нефтехимики – это самые ярые болельщики. Евгения Галякберова, Исалуха Физова, Роман Мальцев, НМедиа.